Врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко! Автор сотен видео на канале YouTube! Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей! Сегодня решил написать видео на очень интересную тему! Кефирная диета для похудения! Это одна из самых простых диет! А значит исполнимых! Нужно просто несколько раз в день принимать кефир! И на продолжительное время блокируется еще и аппетит! Это пожалуй самое главное препятствие! На пути скатиться в переедание и бросить любую диету! Кефирная диета одна из самых дешевых! А значит доступных большинству! Ее может использовать для себя любой и каждый! Эта диета достаточно эффективная! Можно терять вес быстро! Примерно по килограмму в день и даже более! И это подкупает многих! Вместе с тем кефирная диета имеет не только обозначенные плюсы! Но и скрытые минусы! Причем проявляющиеся как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе! И чтобы обойти вот эти скрытые в кефирной диете опасности! Просмотрев это видео до конца вы узнаете! Какие полезные вещества принесет вам кефир! А также варианты йогурт простокваша! Какие негативные последствия могут появиться на кефирной диете! Ну и как правильно применять кефирную диету для вашего здоровья! Какие же полезные вещества принесет вам кефир? А также его варианты в виде йогурта либо простокваши? Ну в первую очередь молоко и его производные содержат достаточно большое количество воды! Примерно около 90%! И по этому показателю и кефир, и йогурт, и простокваша мало в чем отличаются от большинства продуктов растительного происхождения! И могут поспорить со многими фруктами! Даже арбузам могут дать фору! Главное чтобы корова получала правильное питание! Вот как очистить воду в молоке? Об этом будет дальше в этом видео! А пока вы узнаете какой второй очень важный компонент содержится в молоке и в молочных продуктах! А второй по количеству компонент в молочных продуктах это углеводы! Их около 4%! Но! Молочный сахар или лактоза не усваивается у большинства жителей Юго-Восточной Азии, китайцев, части славян! Потому для них кефирная, а не молочная диета для похудения вариант выбора! Только кефир должен быть натуральным и не очень свежим! Чтобы весь молочный сахар успел переработаться бактериями в молочную кислоту! Иначе у любого при наличии лактазной недостаточности развивается понос! С одной стороны, после такой простой диагностики снижение веса резко ускоряется! А с другой стороны, это очень экстремальное очищение организма и снижение веса! После которого вам как минимум нужно будет восстанавливать работу пищеварительной системы! Которую таким простым способом, не зная как правильно подобрать себе продукт для похудения, вы вызвали! А третий по количеству компонент в молоке это жиры! Их от 3,2 до 3,5% обычно! И это номер один по калорийности! Именно жиры в диете часто ограничивают! Вплоть до нуля! Их боятся как огня! А зря! Да! Да! Действительно! Убрав полностью все жиры из молочного продукта или из кисломолочного продукта! Вы калорийность кефира, йогурта либо простокваши снижаете примерно с 60 ккал до 30 ккал на 100 грамм! То есть практически вдвое! Соответственно снижению калорийности увеличивается и скорость потерь веса при одинаковом количестве продукта! Но! Насколько такая скорость снижения веса вам полезна? Будет дальше в этом видео! Смотрите дальше! А вот четвертый по количеству компонент! Это ценные белки! Их в среднем 2,8%! А вот в обезжиренном кефире их больше! Относительно больше! До 3%! Белки, которые сами по себе легко перевариваются! Но если это натуральный кефир, либо йогурт, либо простокваша! То молочнокислые бактерии вам немножко помогли! И частично белки уже переварили! Они помогли вашему желудку! В этом случае переваривание белков молока сокращается примерно с 3,5-4 часов до 1,5 часов! А также предупреждается обострение либо появление дисбактериоза кишечника! Как это часто происходит на фоне других диет! Особенно белковых! Ведь если кефир натуральный, он поддержит микрофлору кишечника сапрофитную! А не будет подкармливать патогенную микрофлору, которая обостряется на многих белковых диетах! А также у вас появляется возможность между приемами пищи с пользой для здоровья пить воду! Потому как одно дело переварить куриную грудку часа три! Другое дело час-полтора переваривать кефир! Поэтому пить воду в принципе, соблюдая кефирную диету можно! Но можно и не пить! Если вы не водохлеб, если вы не привыкли пить воду, этого можно не делать! Кефирная диета позволяет не контролировать еще и употребление воды! Потому как в молоке есть пятый компонент, о котором я расскажу прямо сейчас! Очень важный пятый компонент по количеству в диете это калий! Его почти 150 миллиграмм на 100 грамм кефира! И суточная потребность это всего 1200-1300 миллилитров кефира в сутки! Что это вам дает в условиях дефицита натрия? Ну если не станете кефирчик присаливать разумеется! Это дает прекрасный спокойный мочегонный эффект! И ликвидацию скрытых отеков! Которые очень часто при избыточном весе присутствуют! А вот калий помогает от них легко и просто избавиться! И одновременно дать снижение веса! Поэтому дополнительная вода в кефирной диете чаще всего вам не помощник! Она просто перегружает работу почек и сердца! А вот отсутствие ее помогает безопасно и эффективнее снижать вес! Причем этому не мешает шестой компонент кефирной диеты! О котором я расскажу прямо сейчас! Шестой по количеству компонент! Я бы его назвал такой серый кардинал! Да он непосредственно не влияет на снижение веса! На потерю веса во время соблюдения кефирной диеты! Но! Он позволяет эту диету сохранять не несколько дней! А потянуть до недели даже дней до 10-14! Это кальций! Примерно 125 миллиграмм на 100 грамм кефира! И суточная доза кальция! Это всего 700 миллилитров продукта! Это позволяет вам даже при минимальном употреблении 1 литр кефира в сутки! Я уже не говорю про 1,5! Надеяться на отсутствие проблем с опорно-двеятельным аппаратом! С остеопорозом! С его обострением! С походом к любимому стоматологу можно его отложить! Потому как кариес и парадонтоз у вас тоже не обострятся! Можете не заглядывать особо к любимому косметологу! Потому что и ногти и волосы при этом не пострадают! Даже при относительно продолжительном охождении на такой диете! А вот в энергетическом обмене очень важен седьмой компонент! И о нем вы узнаете прямо сейчас! Седьмой по количеству компонент в кефирной диете очень важен! От него зависит сколько вы сможете без усилий, без напряжения продержаться на этой диете! Это фосфор! Его примерно 90 миллиграмм на 100 миллилитров кефира! И суточная потребность примерно 1,5 литра кефира! Вот здесь экономить не стоит! Можно конечно быть на кефирной диете употребляя 1 литр кефира в сутки! Можно 1,5 литра! Разница небольшая, но очень существенная! На 1 литре кефира в сутки очень сложно продержаться более длительное время! 1,5 литра кефира в сутки дадут вам выигрыш во времени! Да! Вы проигрываете тактически! Ежедневно вы теряете чуть меньше веса! Но выигрываете стратегически! Вы большее количество дней можете находиться на этой диете! Потому как фосфор это неизменный компонент! Незаменимый я бы сказал компонент в АТФ! А АТФ это аденозин трифосфорная кислота! Это основное соединение! В котором ваш организм про запас накапливает энергию! Чтобы потом он мог ее спокойно тратить на все свои нужды! Вернее на тот фоновый обмен веществ! Который у вас всегда присутствует! И на те дополнительные энерготраты! Которые вы можете себе придумать! А вы можете сходить в театр, в кино! Пойти на стадион побегать! Да! На кефирной диете можно и спортом умеренно активно заниматься! Это даст вам дополнительный бонус по снижению веса! Но только в том случае, если количество фосфора в рационе достаточное! Поэтому именно фосфор! Вот этот небольшой, относительно небольшой компонент в кефирной диете! Дает вам возможность соблюдать диету без снижения работоспособности и депрессии! Относительно длительное время! Вот восьмой компонент по количеству! Немножечко может тормозить в этом вопросе! Его нужно будет конечно компенсировать! Его в кефире относительно мало! Это магний! Всего 14 миллиграмм на 100 миллилитров продукта! И суточная потребность в 400 миллиграмм! Только молочными продуктами ее очень сложно! Я бы сказал! Невозможно ее удовлетворить! Потому как представьте! Сколько вам нужно выпить кефира! Уже будет исчисляться литрами! Для того чтобы компенсировать эту потерю! Так же как и девятый компонент! О котором я расскажу прямо сейчас! Это самые лимитированные компоненты! Которые нужно компенсировать несколько иными средствами! А девятый по количеству компонент это витамины! При этом в значимом количестве в основном только витамин А! Который практически полностью теряется в обезжиренном продукте! И это одна из основных причин опасности кефирной диеты! При длительном ее соблюдении! Избежать дефицита витаминов! Соблюдая только исключительно кефирную диету! Практически невозможно! А вот какие еще негативные последствия предстерегают вас при неправильном соблюдении кефирной диеты! Вы узнаете прямо сейчас! Какие же негативные последствия могут проявиться на кефирной диете? Опасность первая! Полное исключение жиров! Этим путем идут многие! Понятно! Калорийность кефира наполовину зависит от жиров! И удаление их из кефира вроде как ускоряет снижение веса! Действительно! Один литр обезжиренного кефира! Йогурта либо простокваши! Это примерно 300 килокалорий! Полтора литра 450! Смешное количество! Потому как потребность в калориях для большинства полторы-две тысячи килокалорий! А может быть даже и больше! Дефицит виден невооруженным глазом! И понятно! Скорость снижения веса вы такую предполагаете! Но! По этой самой причине! Кефирная монодиета на обезжиренном кефире это жесткая ограничительная диета! Как по калориям! Так и по жирам! И более 3 дней на такой низкокалорийной монодиете и начнет тормозить обмен веществ! Вам ни фосфор не поможет! Ни другие микроэлементы в кефире! С развитием как минимум депрессии! А степень вреда от исключения жиров пропорциональна продолжительности такой диеты! С нарушением работы печени! Как минимум либо жировой гепатоз либо стеатогепатит! У кого есть обострятся! Кто не знает, могут узнать про них! При этом не помогут предотвратить поражение печени даже ценные аминокислоты в молочном белке! Одна из самых ценных! Метионин! Ну и ему в одиночку с застоем желчи не справиться! Как и с опасностью второй! О которой я расскажу прямо сейчас! Опасность вторая! Ограничение белков! Один литр кефира, йогурта либо простокваши неважно обезжиренный или нет! Это всего около 30 грамм белка! Полтора литра! 45 грамм белка! А потребность в белках для здорового человека 1 грамм на килограмм массы тела! Если применяется исключительно кефирная диета более трех дней! Обмен веществ постепенно будет замедляться! А после окончания диеты! Вы будете активно набирать потерянные килограммы! Да еще с запасом! Поэтому после трех дней кефирную диету нужно немного корректировать! Насыщая ее белками! Опасность третья! Ограничение углеводов! Даже цельное молоко в каждом литре даст вам всего 40 грамм углеводов! Это минимальная суточная потребность в углеводах для человека весом 10 килограмм! В кефире, йогурте, простокваши изображение углеводов существенно меньше! А вы с какого веса планируете начинать борьбу с ожирением? В условиях дефицита углеводов организм начнет активнее метаболизировать жиры! Им уже энергия нужна! Вам-то активность нужна! Им в крови появятся токсичные кетоновые тела! Которые мягко выражаясь для вашего организма уже не сахар! Все-таки метаболизм углеводов дает углеводы, углекислых газов и вода! Это легко удаляемое соединение из вашего организма! В отличии от кетоновых тел! Но есть еще опасность четвертая! Мнимая! О которой я расскажу прямо сейчас! Опасность четвертая! Она мнимая! Это дефицит воды! Если вы в кефирной диете будете употреблять полтора литра кефира в сутки! то с ним вы получаете где-то литр 300 воды! И этого явно мало! Но! Помните про калий! Помните про его чудесные свойства убирать скрытые отеки! И вам нужно контролировать всего два показателя на кефирной диете! Мочи у вас должно быть примерно литр в сутки! И это легко проверить! А также вы должны контролировать чувство жажды! То есть если появляется сухость во рту! то это говорит о том, что в вашем организме уже водички немножко не хватает! То есть чувство жажды доводить не нужно! То есть это говорит о том, что скрытых отеков в вашем организме было мало! Либо они не так просто покидают ваш организм! В этом случае да! Кефирную диету нужно расширить! Немножко добавляя воду! И контролируя эти самые показатели! Сухость во рту! И количество мочи не менее одного литра в сутки! А вот как же правильно соблюдать кефирную диету более трех дней? Будет дальше в этом видео! Как же правильно применять кефирную диету? Если вы хотите использовать исключительно кефирную диету тогда три дня подряд! Не более! Или можете устраивать себе один разрузочный кефирный день в неделю! В этом случае жирность должна быть 2,5% чтобы не нарушать работу вашей печени по удалению из крови удаляемых из жировой ткани окисленных жиров, а также пестицидов, гербицидов, канцерогенов! При этом низкое содержание в кефире поваренной соли позволяет компенсировать недостаток поступающей с кефиром воды! Я уже об этом только что сказал! У вас идет эндогенная вода! И устраняя скрытые отеки вы будете полноценно выводить продукты белкового обмена! Потому как полноценно соотношение белки и вода должны быть 1 грамм белка! Продукты его распада удаляются 42 мл воды! В кефире это соотношение несколько нарушено! Белка относительно много! Воды относительно мало! Но! Калий помогает исправить эту ситуацию! А также он позволяет вам активнее терять вес! Уменьшая объемы! Особенно тем, кто до диеты увлекался поваренной солью! А вместе с тем вы, если еще и не любитель пить чистую воду! Кефирная диета это ваша диета! Она поможет вам избавляться от лишних килограммов! От накопленных ранее запасов лишней ненужной вам воды! Легко и просто! Потребность в дополнительно принимаемой воде в таком случае минимальна! А калорийность 1 литра кефира 2,5% около 500 ккал! Также достаточно низкая! В котором всего 25 грамм жира! Это примерно треть физиологической потребности в жирах для человека массой 75 кг! Потребность в жирах также грамм на килограмм веса! Ее можно снижать до половины, до трети! Может быть физиологической потребности! А разница между потребностью в жирах и поступлением кефиром! Это скорость снижения веса! Именно за счет жиров! То, что вы хотите сделать! Вы хотите убрать жиры! Вот обезжиренный кефир, либо йогурт, либо простокваши! Даже в трехдневной диете! Это плохо! Это способ ухудшить работу печени! Обострить не только жировой гепатоз или стеатогепатит, о которых я уже рассказал! Ну и запустить атерослероз сосудов! Наметить в перспективе встречу с врачом-онкологом! Куда же делаться канцерогены из вашего организма? Если печень отдыхает, она не может сбросить желчь! Все становится еще гораздо серьезнее! Если вы решились немного потерпеть и продлить кефирную диету на обезжиренном кефире! Более трех дней! Как же поступить, если вам кефирная диета понравилась и вы хотите ее соблюдать более двух дней? В этом случае с третьего дня в нее необходимо вносить коррективы! И в первую очередь углеводы! Количество 3-4 грамма на килограмм веса! В этом случае снижение веса безусловно замедлится! Но! Если это будут в основном сочные фрукты или овощи, а также ягоды! Снижение веса будет происходить в более безопасных и комфортных для вашего организма условиях! При этом вы обязательно переходите уже на обезжиренный кефир, йогурт или простоквашу! Да, я не оговорился! Если вы хотите продлить кефирную диету, они будут вам супер полезны! Потому как в этом случае жир в виде растительного масла добавляется к блюдам уже из теремически обработанных овощей! Количество примерно треть суточной потребности! Или 0,3-0,4 грамма на 1 килограмм веса! Вот такая кефирная диета может без проблем применяться, исключая разве что холодное время года! Что делать, когда в окружающей вас среде достаточно прохладно? И вам нужно все-таки еще и поддерживать теплорегуляцию? Поддерживать температуру тела? Без проблем! Тогда 1-2 приема! Лучше 2! Лучше первые 2 приема кефира! Вы исключаете! А в это время применяете либо мясные, либо рыбные блюда, либо птицу! Но! Принципиально в данном случае в обезжиренном виде! Чтобы вы не учитывали сколько жиров вы получили таким путем! А жир у вас находится в гарнире с овощами в виде растительного масла! Почему именно растительное масло здесь очень полезно? Потому что оно подстрахует ваши сосуды, ваш обмен веществ от окисленного холестерина! Который в более значительных количествах теперь будет стремиться выйти из вашего организма! И поможет печени тормозить в этом процессе! А наоборот активно участвовать! А вот как очистить содержащуюся в кефире воду? Вы узнаете прямо сейчас! Как же очистить содержащуюся в кефире воду? Фильтры для воды есть! Но молоко в нем не очистишь! Тем более, если вы не имеете возможность контролировать питание дающих молоко коров! Тогда вам некоторые растения все-таки могут помочь! Замочите в суточные порции кефира измельченные высушенные яблоки! Естественно без косточек! Содержащиеся в них полисахариды связывают часть воды! И что очень важно! Особенно для тех у кого бывает гастрид, гастродиоденит, язвенная болезнь! Часть органических кислот! Вот ту самую молочную кислоту! Которая образовалась в кефире! В процессе скисания! В процессе переработки молочного сахара! Молочнокислыми бактериями! А также растворенные в воде токсины! Также связываются этой клетчаткой! И одновременное увеличение объема каловых масс! Вы еще получите! Это активная профилактика запоров! Ведь запоры могут легко и просто проявиться не только на кефирной диете! А с такой добавкой кишечник будет работать как часы! Более того! Снижение веса только ускорится! Ведь часть воды уйдет с клетчаткой яблок! А содержащийся в яблоках калий даст дополнительный мочегодный эффект! Что результат кефирной диеты только увеличит! Особенно если вы хотите применять 3-4 дня и более! Однако в любом случае! Для закрепления полученного результата! Вам по окончании кефирной диеты! Нужно будет менять привычное вам питание! Которое вы считали правильным! Но которое привело к тому, что у вас возникла необходимость снижать вес! И переходить нужно будет на более правильное питание! Чтобы потраченные усилия принесли вам результат! Не на несколько дней или недель и на несколько килограмм! Но и в высоком уровне здоровья на протяжении всей жизни! Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать! С привычными подписчиками моего канала словами! Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения! И пока вы думаете кому отправить из друзей ссылочку на это видео! С кем еще поделиться им! Не забудьте поставить лайк на это видео! Я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас! До новых встреч на моем канале! Субтитры сделал DimaTorzok